Музыка Сейчас большая чистка находится на улице Авроры, где сотрудники МП Благоустройства наводят блеск вдоль дороги. Урны – дело серьезное. Если вовремя не освобождать их от мусора, они окажутся буквально погребенными под горой бутылок, пакетов и коробок. Поэтому работники МП Благоустройства выходят на тропу войны в 5 утра. Урны вычищают, красят. Вентиляция у этих контейнеров отличная, любой брошенный окурок может вызвать возгорание. И через 5 минут потерпевшая бедствие урна приобретает зловещий темно-бурый окрас. Работники возвращают контейнерам былую свежесть. Краска сохнет меньше, чем за час. Никто еще не успел испачкаться. Фронт работы достаточно большой в связи с тем, что у нас есть противопешеходные ограждения. Их покраска запланирована. Дальше все урны у нас запланировано покрасить. В районе у нас находится 181 урна, непосредственно закрепленная за МП Благоустройством. Сейчас мы уже на данный момент окрашены урны по улице Революционной, по проспекту Ленина. И вот сегодня сделаем улицу Аврору еще. Тут же работники приводят в порядок остановочные павильоны. Кстати, об остановочных павильонах. Их в Самаре около тысячи штук. И некоторые из них имеют плачевный вид. Например, павильон на улице Промышленности, установленный почти 40 лет назад. Теперь он в аварийном состоянии. Сгорело прибежище пассажира на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Карбышева. А вот там остановка, видите вы? Сами посмотрите. Ничего нет вообще. Ее надо 9 мая остановку делать. Новую, современную. В Екатеринбурге там просто что не остановка, то сказка такая. Но там прямо на каждой остановке вот такими буквами написано ее хоть название. Здесь подъезжаешь к остановке, понятия не имеешь, кто-то приехал. Вот такой внешний вид. Просто смотреть на это не очень хорошо. Городские власти ремонтируют и красят остановки каждый год, но этого недостаточно. В мэрии приняли решение заменить все павильоны в ближайшие три года. Плюс будет более жесткий контроль за любителями клеить листовки и рисовать надписи об очень важных вещах. Рассматриваются много вариантов, в том числе рассматриваются как в городах, что существуют павильоны. С платными рекламными местами и отдельным стендом для бесплатных объявлений, чтобы никак расклеивали на всем, чем только можно. Программу о замене павильонов примут, как только определятся с дизайном остановок. К обсуждению планируют подключить всех неравнодушных самарцев. А таких много, в том числе среди школьников. Пять иностранных делегаций прямо в актовом зале Самарской гимназии номер 11. Каждая делает доклад об экологических проблемах своей страны и способах их решения. На самом деле это самарские школьники. В гимназии проходит общегородской детский форум «День земли». Каждая школа представляет отдельную страну. Нужно об этом говорить, о проблемах экологии. Если не говорите об этом, я думаю, что и не будет такого живого интереса. А мы говорим с подрастающим поколением, надежда на них, им жить на этой планете. Но пока еще зеленой планете Земля. И думаю, что и в будущем будет зеленая благодаря их. Ребята знакомятся, как в других странах борются с экологической опасностью. И думают, как применить эти способы у себя на родине. Вообще, я бы, конечно, как и в Германии, убрала бы производство использования атомной энергии. Потому что действительно очень вредно и достаточно большой вред наносит. Фильтровала бы воду и лечила бы домашних животных. Пока одни мыслят глобально, другие спасают от мусора город. И заражают энтузиазмом других. Мы несколько лет назад организовали проект «Дом Аксакова» на улице Фрунзе и Красноармейской. Мы проводили там уборки ежемесячные. И действительно, жители ближайших домов были нам очень благодарны. И теперь они сами поддерживают эту чистоту. Поговорили из отдела. После конференции ребята пошли сажать деревья в Струковском саду. Слаженно и дружно идет работа. Один копает, другой сажает, третий поливает. Посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Три самых главных правила. Это выходит в план каждого мужчины. Главное стараться и не отлынивать от работы. Школьники постарались. В Струковском саду скоро зашелестит листочками новая аллея. Если и вам не сидится на месте, вы делаете что-нибудь, чтобы сделать Самару лучше, звоните по телефону 202-11-22, и мы расскажем об этих маленьких подвигах. С вами была Большая Чистка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин